Траурная церемония началась в здании морга на Тарном проезде. Потом состоятся похороны на Николо-Архангельском кладбище столицы. Коллеги, друзья и поклонники выражают слова соболезнований и поддержки близким спортсменке. Тренер фигуристки Андрей Хикало признался, что новость о кончине Кати стала для него шоком. Вот что рассказал мужчина. Когда увидел в телефоне сообщение от коллег с этой ужасной новостью, буквально голова закружилась. Сразу набрал ее маме, но трубку сняла подруга. Как оказалось, маму Кати госпитализировали. Первой мыслью было то, что смерть девочки стала следствием болезни, поскольку у нее была проблема. Но потом я узнал, что была предсмертная записка. Последний раз Хикало и Александровская общались несколько месяцев назад. Вот что он рассказывает. Мы готовились к турниру четырех континентов. Это серьезный старт, но Катя почему-то не приехала на тренировку. На телефонные звонки не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал, что у Кати был приступ эпилепсии. Причем такой серьезный, что она чуть не умерла. Поделился наставник девушки. Близкие спортсменки просто убиты горем. Это уже не первая семейная трагедия за короткий период. Катя у мамы единственная дочь, свет в окне. Семья пережила тяжелый период. Сначала похоронили отца, потом скончалась бабушка по отцовской линии. Мама любила Катю безмерно. Я ни разу не слышал, чтобы она ее ругала, а ведь знаю девочку почти с младенчества. Откровенничал Хикало, наставник спортсменки. По поводу смерти Екатерины высказалась также тренер Татьяна Тарасова. Невероятно жалко эту девочку и ее родителей. Очень жаль, что близкие не заметили каких-то отклонений в ее поведении. Надо относиться к друг другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему. Подчеркнула Татьяна Анатольевна. Чтобы помочь каналу, подпишись на него и также жми на колокольчик. Услышимся. Продолжение следует...